Авторское мнение. Колонка главного редактора газеты «Минский курьер» Кирилла Казакова. А потом я представляю, что может произойти. Вот объясните мне, как люди, которых любили, у которых была мама и бабушка, друзья и дача, любимые улицы. Они переживали за здоровье друзей и радовались первому снегу. Вдруг захотели убивать. Устроить стране войну. Для того, чтобы убить ненависть к кому-то, кто меня обидел, я всегда пытался представить своего обидчика маленьким. Со смешными варежками, с санками, с лицом перепачканным конфетами. И очень часто получалось. Мы все были такими. А потом страхи в жизни стали больше и ненависть стала расти. Но все равно я не могу понять тех, кто призывает убивать. Сейчас все наши беглые и знакомые, и тем более те, кто вдруг решил ворваться в информационное пространство, говорят, что единственный шанс получить так называемую «Новую Беларусь» – это вооруженный мятеж и гражданская война. Война. Это время, когда люди гибнут. Смотришь в экран, а там напомаженные мальчики и девочки, сидящие далеко за границей, объясняют, как готовы уничтожать своих бывших друзей и соседей. А ради чего? Кто мне объяснит ценность той свободы, которой и сейчас в Беларуси навалом, но построенной на крови? Сменить флаг и герб? Построить забор на российской границе? Переименовать столицу и получить безвиз? Мы станем от этого лучше жить? Я не вспомню даже про ЛГБТ. Я просто не люблю про них вспоминать. Всем так легко стало убивать на словах, что в воздухе уже действительно начинает витать запах смерти. Вспомню август 20-го. Мне угрожали, в том числе и убийством. Меня пугали и грозили моим близким. Это стало цементом моей веры в то, что я все делаю правильно. Я считаю, что убивать за веру нельзя. Угрожать кровью тоже. Так называемая свобода на Украине обернулась войной и катастрофой. Цифровым концлагерем и полным индустриальным разорением. Последние действия политиков показали, что в США реально не понимают, почему люди, живущие на этом континенте, сами имеют право выбирать свою судьбу. Им прописана только одна программа. Истреблять друг друга. Как иначе можно назвать призывы к гражданской войне? И это говорят люди, которые просто пытаются заработать на этом деньги и особо не скрывают этого. И вот представляю таких людей детьми, чтобы проще понять. Но сейчас это уже не помогает. Авторское мнение. Колонка главного редактора газеты «Минский курьер» Кирилла Казакова. Автор субтитров Т.Горелова Корректор А.Кулакова Фактёр